Продолжение следует... 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 на млеке, гляжу, как милый что-то ест, так кто-то расщепляет атом, детишек учит, садит лес, а я с улыбкой глуповатой гляжу, как милый что-то ест, сияют позолотые латы в лучах закатного огня, с улыбкой чинно глуповатой и милый ест меня, меня, печаль, такая гадость, разлука, щейки слей, любовь, помаза сада, надежда, ох, хуей, финансовый кризис штуклизма дает облегчение, хотя вам и больно, расстаньтесь земными благами, теряйте, теряйте, еще находите решение и помните, жизнь так прекрасна иными местами друг мой, может ли какой-то лавы, люк и бессловесный кавалер, что сакей пиалу за пиалой, пьет, а после с места их горе, я, конечно, тоже не святая, но подход формальный позабудь, помни впредь, за грудь меня хватает, говоришь несчастный что-нибудь общая тенденция, но не так сказать, соответствует структурной и стилистической природе языка, хрен знает чем, Александр Верин, моя, так сказать, молчала, как рыба, покорно пивала, спасибо, спасибо, моя, так сказать, дать воды в рот набрала, не троньте ее, не покажется мало, и хрен знает, что мне во рту надолело, и хрен знает, чем за живое задело, тенденция правильная, так сказать, и не соответствует ее, что вы мать. поделили мы по-братски части группуса, проводи меня, Шарапов, до автобуса, если у бак срывает крышу, один фундамент только вижу, я б толком написать смогла «Бабы, какие духи эти бабы, когда бы не была одной из баб». Маме и Локос. Спасибо. Голунас, как Локос, голос Локос. А вот это. А вот это. А вот это. Да, это. Спасибо. Вы вспоминаете, что я попался в такой эпизод, что, значит, когда кто-то в обществе произносил слово и поставил, тихонечко подсказывался дверь. Это у меня была такая реакция, когда я увидела эту тему. Ну, это ж вдуматься, да? Ну, вот если мне обещать тебе вдуматься, и я хочу, естественно, получился, но вообще, Бабе Локос – это правильная ответная на эту тему. Значит, мы его не знаем. Значит, ну, это, не знаю, что это, что это читабельно, но то, что это не произносили, и это точно. Так что, для меня заранее, это у меня отсылось по томе на 10 минутах. Три хидрофа. Происхождение сущего, нет сущим, открыли мудрецы размышлению, вопрошая в своем сердце. Ребеда. Многознание уму не научает, иначе она научила бы Весиоды и Пифагора, а также Сенофана и Екатерин, Гератрит и Феску. Не существует ничего, кроме атомов и пустоты. Все остальное лишь мнение. Демокрит и Забор. Логос многозначен. Логос протей, принимающий заданную, навязанную ему форму, тему. Логос, как хамелеон, меняет свое значение в зависимости от контекста. Слово «логос» — это слово о поле, в котором произрастает множество декоменных растений, с полсотни аутентичных значений только в первоначально засеянной части поля, в древнегреческом языке. Здесь и простенький разговор, и темный Гератритов в космос, и сперматические логосы стоиков, и осемняющие бытие принципа неоплатоника. Но самый мощный подъезд, произрастающий на поле логосов, тот самый логос, который был вначале. До всего того, что человек мог увидеть и разглядеть, помыслить и изобрести. До самого человека. Вначале было что? Мировое яйцо? Дао. Гератритов огонь, на который обмениваются все вещи. Каббалистическое бескачественное яйцо? Христианское воплощение Бога Слова? Большой взрыв? Регмеда. Десятый век до нашей эры. Из гимна о сотворении мира. Откуда это творение появилось? Может, само создано себя, может, нет. Тот, кто надзирает над этим миром, на высшем небе, только он знает, или же, сделаем здесь паузу для эффектного продолжения, или же не знает. Вначале было что? Вначале было что-то или ничто с потенцией. А имело ли это что-то или это ничто в виду человека, который одновременно претендует на то, что знает или может узнать, что было вначале, и чувствует себя сиротой в своем мире настолько, что готов приписать этому вначалу голос? Можно ли услышать звук начального взрыва или начального безмолвия пустоты? Может ли этот звук оказаться голосом, вибрацией, издаваемой одошевленным существом? Может ли голос оказаться членораздельным, превратившись в речь, слово, в логос? Каждое новое поколение волок человеческих стоит перед этим вопросом, и это великое состояние длится и длится. Если не углубляться в историю философии и религии, все равно на выходе будет то же великое состояние, что и на входе. Если обозреть поверхностный ландшафт логос, то можно обнаружить, что возможные логосы визуализируются вполне конкретными историческими реальными. Это происходит тогда, когда человек берет из обильного шведского стола потенциальных смыслов, нужный ему текст, и придает этому тексту нужный ему, исходя из текущей актуальности корзин. И вот тогда, когда человек думает, что его великое состояние закончилось, и он нагрел вожделенный смысл, начинается искушение. Искушение посчитать этот смысл глобальным, единственным и однозначным. А однозначным смыслом можно с успехом махать, как знанием на всех сторонах любых баррикад. В химии есть изомеры, вещества с одинаковым составом и разными свойствами. В химии есть свои замеры, в словах одинаковыми буквами и разными значениями. Можно играть словами, можно знакомить слова у них, расположившись на смежных семантических полях, и убаюкиваться они в себя, как убаюкивает ребенка в любви, логосом, то есть словом, и голосом. Главное в этом действие — неискоренимое, подсознательное и фундаментальное желание избежать фобоса и деймоса, страха и ужаса. При убаюкивании младенца важны не слова, важен звук голоса и успокаивающий, всыпляющий ритм. Все хорошо, все понятно. Я знаю как, я знаю что. Я знаю логос голоса, я знаю голос логоса. Баю бабушки бою, голос логосу даю. Я иллюзию свою уговариваю, отовариваю. Игра со словами — дело творческое. Можно, например, исходя из современных реалий, сконструировать и заритмовать такой текст. ГЛОНАСС — голос логоса. Унятный слоган вполне поддается интерпретации. ГЛОНАСС — российская, первоначально советская, глобальная навигационная спутниковая система навигации. Более известен и более успешный и американский вариант — GPS. С помощью спутниковой навигации находятся координаты наземного объекта. Спутниковая навигация — свечение поэзии. Одно из значений логоса — знак. Почему бы знаку не стать координатой? При наличии желания, воли и представления можно даже сконструировать новое сакральное пространство. Получится, к примеру, ГЛОНАСС — «Все вещи и ого». Цветаевская поэта далеко заводит речь, но всегда позитивная. Поэта далеко уводит речь. И речь далеко заводит и уводит не только поэта. Нередко основой метафоры становится сомнительной общей, странной или принудительной сближением. Станислав Красавицкий, поэт, который стал священником, на одну из трех читал свои новые, уже религиозные стихи. «Там, где жили пастухи, в яслях было слово». Ему задали вопрос, чем отличается священник от поэта. Ответ сокращения выглядел так. «Эти вещи сопрягаются». Метафора и вслед за ней нить — это абстрактный символ, знак, знамя. Слово «знамя» этимологически начиналось, когда отличительный знак отметина. Метафора — основа и поэзии, и религии, и утопии, и идеологии. Никто не застрахован ни от других возможных слоганов с использованием анаграммы «голос в логос». Например, «голос в логос» — это поэзия метафоры, или «миф как голос в логос». Красиво звучит, можно свернуть на сотнюю другую, даже в третью страницу. Достойное творческое занятие. Правда, творчество, оружие, вольдовское. Этот ряд безобидных медитаций в какой-то момент может перейти в другой репискар. Наша идеология — голос логоса. Наша партия — голос логоса. И, наконец, урловское министерство правды — голос логоса. Пусть логос остается многозначным и парадоксальным в свале многозначности. Парадокс, как это ни парадоксально звучит, друг не только гений, но и друг и защитник здравого смысла. Пусть логос обретает голос, но не в глобальных навигациях, а в локальных ситуациях отдельных людей. Главное, чтобы логос, а вместе с ним и мир, оставался парадоксальным, как парадоксальная улыбка, которую человек дистинктивно отвечает на непонятную и бессмысленную карабаршину. Место послесловия — один. Высокотехнологичная рыбалка. Рекламная информация. Устройство Hummingbird AF-35Wareable GPS Fishfinder в стоимость 80 долларов способны придать рыбалке новое качество. Комплект в ходах небольшой дистанционно управляемый плавающий сонар, который по радиоканалу передает сигнал о наличии рыбы на дисплее устройства, напоминающей наручные электронные часы. Рыбы обнаруживают с устройством в разнице 25 метров и на глубине до 40 метров. Фанаты рыбалки будут восторгены. Кажется, еще намного, и мы будем свидетелями высокотехнологичной рыбалки в космосе. Вместо послесловия — два. Пьеса Антона Павловича Чехова «Три сестры и действия четвертая», начиная с завершения малонога Ольги Ольга. Музыка играет так письмо, так радостно. И, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Если бы знать, если бы знать. Чебутики тихо напевает. Тарарабум-бия, сижу на тумбия. Читает газету. Все равно, все равно. Ольга, если бы знать, если бы знать, занавес. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Даже на дно, на котором лежит неназванное подвод, даже на тьму, которая принадлежит неопределённому, и мы, досковать по обратной стороне комбалы. Ведь это осколок подводной луны, отражающий солнце иного мира. Это его зеркало, это его изогнутая лира, морская ленивая комбала со сдвоенными глазами. Да ты затонувшая шамбала, которую мы так ждали. Зайди, полноломная комбала, ты Гудда, а может быть, Каламако. Экзорцист и Люцифер. Экзорцист и Люцифер встретились в привате. Из подземных вышел в сферу бездны обитателей. Волк из-за идеи, сатана, экзорцист воскликнул. Виртуальная страна не подпишет скрипту. Ухожу, ответил бес. Лишь зубами скрипнул. В сети я случайно влез. Не, у меня ты кикнул. Мобератор серверов, власть твоя ничтожена. В самой сердце юзеров мне войти не сложно. Стихов много, но по случаю жары я завершаю. Но я прочитаю маленький кусочек текста, который называется «По теме нашего собрания» «Лобос». Это текст просто размышлений. Нет, это не понятно. В Евангелии Бог назвал Словом. В начале было Слово. Иоанн, глава 1, стих 1. Так в русском переводе Евангелие перед назначением греческого «Лобос». В начале был «Логос». Если посмотреть слова, то среди многих значений слова «Логос» мысль, воля, действие, любовь мы встретим и дело. Слово есть дело. В русском языке этимология этих слов, на первый взгляд, не содержит ничего общего. Однако это не так. Слово в русском языке говорится, сказывается. А сказать то же, что и казать. «Показать». Связь слова и действия, сказа и показа, оказывается этимологически неприложима. Слово звучит, как договорится, и слово может быть показано жестом, движением, действием. И может стать зримым и даже видимым. Когда гетерский фауст переводит по своей воле и своему это евангельское место, именно как в начале было дело, то к нему получает доступ без, по имени Мистофий. Но не потому, что перевод неправильный, а потому, что фауст пренебрег к церковной традиции, возгордился, счел свой перевод лучше. В начале было слово, с первых строк, загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтобы думать, что оно всему основа. В начале мысль была, вот перевод, он ближе этот стих передает. Подумай, однако, чтобы сразу не погубить работу первой фразой. Могла ли мысль в создании жизни вдохнуть? В начале была, в начале сила, вот в чем суть. Но после небольшого колебания, я планирую и это толкование, я был опять, как вижу, с толку сбит. В начале было дело. Так, стих гласит. Это? Советские деятели, так же как и Мефистофи, с радостью восприняли это место у Гёдера. Ссылаясь именно на фразу «в начале было дело», они учили, что Гёдер сплотную подошел к диалектическому материализму, остановившись, кажется, на историческом. На самом деле, просто из десятка значений слова «логос» выбрана самое неожиданное. Холодковский, переводчик, в комментариях к этому месту пишет, что церковный мир назвал бы его, Фауста, юридикон, потому что Евангелие он разбирает и переделывает по-своему. Подобные занятия священным писанием он называет не совсем богословским, а сильно проникнутым свободным духом критики. Конечно, Холодковский, выпустивший свой перевод в 14-м году, знал, о чем говорил, разницу литературного перевода и богословского, вот в отличие от марксистов, понимал. Лев Толстой в своем переводе Евангелия выбрал из словаря другое значение – разумение. Сначала было разумение, перевел он в своем Евангелии. И это тоже верно, но, увы, своеволие в переводе и понимании священных текстов не пошло и им на поле. Вот такое разумение. Миронамерение. Верный памятник. Один из переводов слова «Логос» – намерение. И то, что определяет нашу жизнь, это те намерения, которые возникают в нашем сознании. Иногда интересно проследить, как они возникают. И вот тот небольшой цикл, который я сейчас прочту, называется «Мера намерения». И различные намерения в различных стадиях своего развития здесь представлены. Маленький, звенящий лесной ручеек. Большой, бездонный сельский колодец. Городской автомат с газированной водой. Не важно, откуда пить. Главное – пить. На моем небосклоне ты хотел быть прозрачным облаком, До которого никому нет никакого дела. Мне и нужно-то от тебя было пеночку желания. И я могу посвятить тебе книгу и даже роман. Но кормить добровольно привязавшего себя к детскому, Местами облупленному стулу, Мамбли каши с чайной ложечкой. Увольте. Не задавайте последних вопросов. Рискуйте получить последний ответ. Стратегия – прерогатива мужчин. Но какое широкое поле для практики? Наступает момент, когда ты понимаешь, Что-то не хочется касаться красивыми, Все еще нежными губами холодных прутев. Жесткий мороз. А можно я буду любить тебя как человека И уважать как мужчину? Конечно, можно. Не-не-не-не, как человек. Лучше как человек. А то с ума можно ссать. Погибли. Да, это человек. Спасибо. А ты их всегда не прощаешься. Что, куда? Возмутили в себя. Кто вы смутился? На обратном регуале. Кто же не был? Вы бы смутились. Ну как, преснишься с кустью в руках. Что за ртом? Сердечко. Я в руках. Нельзя смотреть им глубоко в глаза. Иначе они начинают считать себя своим. Вот именно. Балка упала. Это знак. Это мы тебе. Это не мне знак, а тебе. Может, ты случайно возьмешь. Что ты так прощаешься? Что ты так прощаешься? Ты считаешь, что ты считаешь? Надо дать много считать, что... У тебя с вами уже есть. Нет? Нет? Нет. 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 Что вы видите перед собой, существует только потому, что отличается от меня. Если ты простая и добрая, то можно жить где угодно, в провинциальном городе, в деревне, на хуторе, в лесу, наконец. Но если ты не простая, сложная, гордая и недобрая, то только в столице и только с бейджика. Ты доктор, профессор, мини. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас еще этот человек, наверное, не подъехал, это Иосиф Робинович. В его выступлении все слова-слова, но слов нет. Иосиф Робиновича тоже нет. Соответственно, есть такое предложение, мы еще не закончим. Есть такое предложение, Игорь Концерус хочет заменить Робиновича, но теперь название. Я не могу не поделиться одним взглядом из окна 4 этажа. Смотрю, ну, как говорится, кучкуется народ там, но это странно, потому что город тихий нелюдейный. Ну, значит, выглядывают и думают, что это может быть. А потом обнаружилась похоронная аттракция. Значит, вот вынесли игру и сразу одолели такие печальные мысли, потому что потери у меня начались буквально с пятого класса. Причем потери очень близких людей, любимых. И я задумался очень глубоко. Вот, а процессия выстроилась под переднюю. Молодой парень. Вот, соответственно, еще из светлого дерева на длинной палке, значит, он идет. А за ним внесут венки в рог. Вот. Вот. Процессия, значит, так, с змейкой двинулась, так, в тормозу. Открылась другая машина стоящая, и вот, значит, от процессии ушла. Открывают багажник, из него застает скворечник на длинной белой палке. Другие. И этот скворечник, как символ жизни и одессы, вот, знаете, это было потрясающе. И тут же ворвались звуки детей, потому что два детских садика с одной стороны и с другой стороны крики «Птиц на балконе!» И жизнь засверкала. Вот такой был взгляд вот из окна. Вечер номер 117 закончен, вечер продолжается в другом помещении, и в живой телевидении. Уважаемые телезрители живого телевидения, мы заканчиваем сегодняшнюю трансляцию из клуба «Подвалник 1». И прощаемся с вами на все лето, на время отпусков. Счастливо всем отдохнуть до сентября. До свидания. До свидания. И мы продолжаем. Продолжение следует. Продолжение следует...